мы сделаны как носители сознания мы для того чтобы сквозь нас проводился выбор альтернатив поле альтернатив крайне широкое это поле возможности которые на самом деле бесконечно если ты действуешь как часть этого мира таким образом единственно мир может прорасти дальше сквозь тебя реализоваться осуществиться тогда ты понимаешь насколько неизмеримое доверие его к тебе и надежда на тебя и силы сквозь тебя его нет вопроса по поводу эго потому что не твое это не твое ничего это он сквозь тебя прорастает друзья приветствую приветствую здравствуйте мы сегодня с алексеем с нашим оператором в гостях в гостиничном номере в санкт-петербурге у людей которые нас очень вдохновляют у супругов городовский николь и александр это инициаторы посольских гельфинов создатели инициаторы ассамблеи в греции мне очень хотелось бы с вами прощаться на тему пути и предназначения можно сказать что вы вместе в этой жизни разделяете одно предназначение вопрос в том что мы как раз не разделяем мы его скорее приумножаем это это разные математические действия деления и приумножения поэтому когда она спрашивает а можно вот разделить с вами говорить давайте приумножим лучше как у вас вообще отношение к этому термину предназначения существует ли предназначение полагаем что да ну наверное да это ничего общего не имеет с предопределенностью потому что есть свобода воли мы все время выбираем и так далее в том что касается предназначения это соответствие собственной природе вот в такое предназначение как соответствие собственной природе мы верим мы уверены что это очень важная история когда мы вместе объединяйтесь в этой жизни в масштабе по-моему в прошлый раз на знакомстве сказали 626 примерно столько мы достаточно хорошо помним хотя и с какими-то паузами а здесь ну вот три десятилетия уже когда совершенно не раздельно и все что вы делаете вы все делаете всегда вместе да все что мы делаем мы делаем всегда вместе за 30 лет мы расставались только на два дня все остальное время и оба дня этих было 29 лет назад даже в самом начале очень не понравилось это была необходимость как мы тогда еще думали незрелые что существуют необходимости такого расставания вызванные но тем что называется бизнес и вот дважды по одному дню там в первый год у нас был такой крайне не понравился решили что нет такой необходимости а как вы так вообще нашлись как так получилось что вы осознали что вы тот самый дорогим когда двое становится одним это самого начала другое у нас это правда у нас когда мы встретились у нас не было ни привыкания не притирки того что называется и в общем мы не можем похвастаться периодом ухаживания романтического потому что не было сомнений никаких вот мы встретились и мы собственно и узнали друг друг вы широко известны как в узких кругах узких кругах как на люди которые близко коммуницируют с дельфинами и китами и у вас есть потрясающие книги отлично моя семья изучает и сейчас в последнее время для нас новое открытие это вы как исследователи природы чудес это же про такие тонкие вещи когда ты соностроен с миром ты можешь чувствовать и видеть и на мой взгляд это напрямую связано с как раз этим контекстом тема предназначения можно ли это связать термин находить себя на своем месте и видеть мире мир как чудо мы знаем что большого числа людей есть вот вот такая вот проблема нахождения себя но в том что касается нас мы не можем похвастаться длинным и извилистым путем вот этих вот поисков себе анализировали сами это думаю ну что же у нас такая неполноценность все трудно ищут себя у нас вот не было вот таких вот трудностей и не можем разговор поддержать на эту тему мы поняли что вот ребенок когда рождается у него нет проблем с поиском себя он собой является потом он идет в школу ему вот это вот вал цивилизационной так называемой культурной ахимии его заставляют выучить воспринять интерьеризировать и так далее и в процессе вот этих вот совершенно искусственных договоренностей которые на самом деле поперек его собственной природы он себя теряет и дальше мучительно себя ищет кому-то это удается вновь себя найти в разном возрасте кому-то в достаточно раннем а кому-то на склоне лет а кто-то так и не находит себя вновь и вот этого большая проблема вот нам каким-то образом не понимаем каким нам удалось на самом деле себя не потерять вот тогда в школе может быть потому что мы счастливы тем что родители не ругали на заблоки более того поощряли понимаешь на самом деле это очень искусственные какие-то программы и конвенции которые не стоит выучивать может быть еще почему-то но мы сохранили в себе вот эту вот новую детскую историю которая нас с нами не разлучила благодаря этому в общем мы всегда позволяли себе и нам было позволено родители вот это вот свобода соответствия себе но она очень трудно потому что эти одновременно для того чтобы соответствовать себе надо и ответственность за свои выборы принимать и вот это там чем у нас в семье учили в семьях наших благодаря этому мы позволяли себе всю жизнь в общем заниматься тем что нам действительно интересно и не терять таким образом этот интерес не заглушать его в себе а тем чем не интересно мы позволяли себе не заниматься всегда чем бы мы не занимались в этом есть оборотная сторона медали вы понимаете потому что таким образом не существует например в нашей жизни мы не можем похвастаться никаким карьерным ростом и что такое карьер мы не понимаем куда расти и у нас или ее нет да мы вероятно с точки зрения социальных маркеров или материальных маркеров мы очень многое упустили потому что если бы мы занимались тем что надо а не тем что нам интересно возможно мы бы там например заработали много денег или там что-то еще мы никогда нам нам всегда было не интересно например пойти этом менеджмент или маркетинг или там не знаю банковскую сферу юридическую сферу и так далее но мы в нее не ходили вот поэтому нет у нас вот вот этой вот проблемы не было у нас поиском себя потому что не теряли поиск себя тем не менее происходит в каждую конкретную секунду и каждый конкретный выбор потому что очень часто помогает каждый момент выбора ты представляешь или ты чувствуешь пытаешься почувствовать себя самого самого лучшего или самого полного самого цельного или самого подлинного и как вот такой настоящий я какой бы выбор я сейчас сделала этот момент лучше как лучше я себя представляю и когда получается делать этот единственный возможный выбор потому что он получается самый легкий если есть вот это какое-то соответствие внутренней струне да он получается безболезненный этот выбор и совершенно естественный даже часто не замечаешь и тогда такой звоночек тим правильно позволю плечу вспомнить вот эти строителях шарфовского собора и лабиринта помните которые вот символ духовного пути как раз поиск себя возрождение и так далее когда человек приходит и видит несколько человек которые строят собор этот и он одного спрашивает то что делаешь это говорит я таскаю камни второй ты что делаешь он делает то же самое визуально я говорит зарабатываю себе на жизнь потому что у меня большая семья третьего спрашивает и что делаешь то говорит я строю храм это совсем разная вот эта идентичность и в таком виде эту притчу часто вспоминают а на самом деле там есть эзотерический четвертую потому что есть еще четвертый человек который вот для нас самый интересный потому что он делает то же самое его спрашивают то что делаешь тот говорит слушай я вообще по жизни вот хожу наблюдаю я не могу заранее сказать но каждый раз жизнь сама предлагает если быть внимательным то чем сейчас нужнее всего заниматься сейчас я делаю это вот и поэтому понимаете мы стараемся чтобы у нас в отличие от выпускников бизнес-школ цель не заслоняла пути поэтому каждый раз вот мы выставляем здесь антенки вот эти марсианские и смотрим а что сейчас там да он и и кого-то из наших друзей и даже тлен в команду периодически это смущает все говорят что подождите ну так все на чего хорошо получаться тут вы приходите говорить слушайте занимаемся совсем другим ну потому что а как это все время новый мир и вот если это потерять то мы в лучшем случае карьеру сделаем каждый момент очень интересен в силу своей внутренней природы помните что такое интересно это два латинские слова интер с быть внутри если внутри этого момента то тебе это интересно есть огромное число людей которые знаете как бы наблюдают жизнь со стороны да вот так вот и в общем не интересно в зале сидят жуют попкорн там что-то происходит но это в общем их не трогает они не внутри это неинтересно правда если бы внутри это происходит спасибо я кстати этого не знал это получается это присутствие это про тот самый как бы осознанность в моменте а вот скажите а вы поскольку много лет общаетесь с этими существами дельфинами и китами я из вашей книги помню что у них с ними можно общаться только через игру то есть они каждое мгновение жизни они верят потому что это их язык они предлагают какую-то игру если вы поняли то у вас есть какой-то диалог с ними можно общаться только через сосредоточенность здесь нет противоречия потому что ребенок когда играет это подлинная игра но подлинная игра это очень важно поэтому действительно один из элементов жизни дельфинов и китов но все что они делают состоит из нескольких основных элементов один из этих элементов действительно эта игра это процесс творчества конструирование реальности новых моделей поведения и так далее совершенно свободный например как только этот глагол употреблен в повелительном наклонении говорят играй игра заканчивается нельзя играть насильственно играть можно только если интересно как раз есть ты внутри интересное значит непредсказуемо потому что как только игра с заранее объявленным концом то опять-таки мне интересно играть это уже не играет репетиция в лучшем случае там так далее поэтому игра может быть только спонтанной она может быть только искренне и только добровольно и так далее с этой точки зрения все что они делают действительно эта игра это как ребенок играет когда ребенок играет нет ничего более серьезного для него это равно его работе это больше это равно его жизнь он совершенно сосредоточен потому что ему на самом деле интересно вот в таком представлении да и центр здесь действительно сосредоточенное внимание как вы говорите присутствует в этом вот с этой точки зрения дельфины играют и конечно залог контакта с ними как нам кажется и контакта с универсумом вообще не собственной жизни и с любимым человеком и так далее это вот это вот сосредоточенность чем где объединить людей представители разных это понимаешь научных направлений творческих профессий вы исследовали основная идея ты следует природу чудо природу чудес основная идея была объединить самых интересных мыслителей ученых деятелей культуры искусства для того чтобы попытаться ответить на главные вопросы дезиденциальные кто мы где мы для чего мы и так далее глядя на это с разных точек зрения с разные перспективы и объединение в одном пространстве на одной платформе разделение каких-то ощущений дискуссий и так далее создают совсем другое совсем другую базу для нахождения этих ответов ну то есть идея в том чтобы собрать этот пазл который изначально междисциплинарный он понимаете прошлый век он в значительной мере человеческой цивилизации был основан на узкой специализации разделение профессии когда люди сидят в соседних кабинетах занимаются в общем пограничными делами но друг друга не могут понять у них разные языки у них разная специальность разные дипломы и так далее и в результате это мир фрагментированное такое разбитое зеркало он не единый не целостный то есть я отвечаю за зеленую сторону кубика рубика а ты за красную этого кубика рубика но мы вместе не понимаем как его собрать вообще мы не понимаем главного что вот история этого кубика рубика позволяющие его собрать непротиворечиво не в красных или зеленых а во внутренней структуре которая позволяет вот это вот из этого дела разные конфигурации его собственно попытка поговорить об этих внутренних связь которые основные которые объединяют не разделяют его в отличие от разных специализация объединяют его вот первое такое учредительное собрание условно ассамблеи как сборки вот мы организовали такое междисциплинарное собрание чтобы оно произвело сборку этого это целостная картина мира вот первое учредительное собрание месяц назад прошло в дельфах и сейчас она начинает продолжаться и так далее это была первая встреча я в вашей книге о природе чудес помню хорошо мне почему-то в сознание вошла сама первая фраза что все о чем у нас в детстве обучали сейчас не работает сейчас мир устроен совершенно по-другому а что сейчас работает то что не работает то что мы имели ввиду это вот эти вот формальные формальное содержание учебных программ а то чему тем не менее удавалось кому-то учиться милосердие страдания внимания и так далее просто этим не занималась школа к сожалению совсем вот мы имеем ввиду что это все не работает вот это вот разделение на узкоспециальные связи на разного рода зачастую противоречивые занятия которые приводят которые вот себя вот это вот все не работает вообще редукционистская картина мира потому что все все образование вся цивилизация была построена на материалистической системе ценностей на очевидном сокращении человека как такового того что он собой представляет его взаимоотношения с миром собственной жизнью и так далее вот это вот все не работает и сейчас понятно что кризис не в той или иной области а системный появился даже термин идеальный шторм это когда вот ну по всем фронтам сквозит все плохо да и затыкать дыры не успеваешь потому что расползается полотно само это не работает что работает работает основной принцип вот этого единства внутренних связей единство неразрывности цельности и восприятия нас как неотъемлемой части мироздания но не отъемли не просто неотъемлемой а к тому же активный до которые сейчас непосредственно влияет на выбор будущего но для этого необходимо собрать целостную картину мира который нам представляется это основной вывод уже сейчас ассамблеи что мироздание представляет собой единое живое единый живой и более того разумный организм частью которого активный трансформирующий мы человечество как вид и является как ассамблея дала определение сознания первая максима которая набрала больше всего голосов по выбранной системе сознание это способность выбирать будущее понимание взаимосвязи и практика взаимосвязи с миром активное решение практических задач без предварительного понимания как раз и ответа на эти главные вопросы но не во первых не достаточно для решения этой задачи во вторых не дает не понимание не отношения человека для чего он это и почему из-за чего он это делает мы полагаем что в этом значительной степени ответ на первый ваш вопрос на вопрос о предназначении о пути то есть мы сделаны как носители сознания мы для того чтобы сквозь нас проводился выбор альтернатив потому что альтернатив поле альтернатив крайне широкое это поле возможностей которые на самом деле бесконечно каким образом но в квантовой физике это называется в квантовой механике разрушение суперпозиции или выбор одного из вариантов вот редукция этих альтернатив из многих осуществление воплощение реализации материализации одной единственной это функция сознания и а самосознание это когда носитель сознания осознает ответственность за выбор будущего на индивидуальном уровне за собственное свое будущее или на уровне видовом человечество как вид выбирает будущее потому что сейчас в эпоху антропоциона вот выбор человечества зависит вообще продолжение жизни на планете впервые это так настало и поэтому основная история сейчас это осознанный выбор это вот все сведено на самом деле к одному глаголу но каждую минуту если нельзя выбрать себя николь права нельзя выбрать себя навсегда это каждую секунду происходит и каждую секунду происходит вот этот вот крайне сложный но необходимо от него деться нельзя никуда крайне сложная процесс который на самом деле можно свести к одному слову выбирать сейчас смотрит тот человек которому например сейчас страшно а потому что нужно сделать выбор но он понимает что он не на своем месте не боится сделать шаг вперед потому что там страшно потому что неизвестно вы можете как-то подсказать какой-то совет дать как действовать однажды мы встречались монахом-ладшебником в китайских горах китайский священный бог и мы провели с ним 10 дней практически слова меня общались потому что он говорил на старокитайском мы кормили пчел варили чай он постоянно отходил занимался своими непосредственными обязанностями и после того как мы закончили наше общение он нам написал маленький листочек на старокитайском языке и наш переводчик потом это подарил это был его подарок рецепт и он нам его потом выписал рецепт и он нам его перевел потом и там было написано не бойся потому что у неба есть глаза это красиво и в точку но если немножко другими словами ну чтобы не показал что мы как-то уходим от прямого ответа на вопрос что делать есть человек проживает не собственную жизнь а чужим проживает извините он проживает собственную жизнь проблема в том что это он ее выбирает он выбирает ее вариант другой жизни нет у него никто за него не проживет его жизнь и он не проживет чужую по-любому да он проживает в любом случае свой и но он выбирает себя в каждый момент жизни прекрасно и любимой нами очень мирапма мардашвили он говорил что разумная жизнь это усилие во времени соответственно рецепт вот какой нет никакой другой силы антиэнтропийный в природе кроме этого сознания индивидуально то есть это сознание преодолевает энтропию но склонность хаоса склонность беспорядку разрушению и в конечном счете смерти но для того чтобы она преодолевала необходимо совершать усилия и это страшно потому что это каждый раз скачок в неведомое потому что там дальше там нет ничего все происходит впервые понимаете поэтому попытка сохранения привычного она изначально про энтропию про разрушение и смерть преодолеть это можно только усилием предполагающим отказ от страха и но то что опять таки осмолов называет толерантность неопределенность потому что там дальше неопределенность и это страшно очень но это неопределенность единственный ресурс жизни потому что там где есть определенность жизнь заканчивается и игра потому что заканчивается там дальше нет свободы нет развития и так далее ну то есть нет другого пути кроме как встретиться с этим страхом и сделать шаг в неопределенность понимая что это выбор жизни на самом деле для начала вообще человека этого надо уже поздравить потому что если он уже осознал что уже есть понимание того что это не моё то как психотерапевты говорят без запроса не работает а если есть уже запрос значит будет и какой-то следующий следующий шаг потому что потому что бонусы очень велики потому что в любом случае мир с нашей точки зрения устроен так что он будет тебе предлагать и показывать разные варианты как раз твоего лучшего я вопрос выберешь ты это или нет заметишь ты это или нет но если не заметишь и решишь не замечать и пройдешь дальше намеренно например да из-за страха то будет следующий раз он будет жестче и потом следующий раз и еще жестче если ты намеренно это делаешь постоянно то потом перевернет на лопатки так что потом ничего не останется кроме как увидеть эту красоту и удивительно то что в этот момент все становятся значительно более мудрыми гармоничными чувствующими внимательными и так далее но только дойдя до этой критической критической точки так вот если попытаться эти сигналы уловить и не бояться их слышать заранее и доверять миру потому что говорим что если ты не можешь доверять человеку остается только доверять миру если доверять миру это вот как нас спрашивают так страшно ли вам плавать с дельфинами или китами никогда не было страшно вот с людьми иногда страшно а с миром или с китами дельфинами никогда не было страшно и при этом доверие делать этот шаг относительно более проще то есть в этом секрет если есть это доверие миру то но казалось бы страшно неопределенность не остается место для страха и в этом секрет второй вот этой вот части ну рецепта которую 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 мы получили в этих священных горах китая не бойся ибо у неба есть глаза она предполагает это не просто поэтическая метафора она предполагает доверие к себе в том числе как части этого мира если ты действуешь как часть этого мира он сквозь тебя жаждущий прорасти продолжаться жить и так далее тогда ты не сам в отрыве от него выбираешь какие-то жуткие непонятные новые истории тогда потому что нет у тебя силы тогда кроме страха и одиночества ничего не испытываешь но если ты сознаешь что таким образом единственно мир может прорасти дальше сквозь тебя тогда реализоваться осуществиться в этом единственном неповторимом варианте будущего то тогда ты понимаешь насколько неизмеримое доверие его к тебе и надежда на тебя и силы сквозь тебя его и ну откуда здесь взяться страху и нет вопроса по поводу эго да потому что не твое это не твое ничего вот это он сквозь тебя прорастает знаете потому что у нас есть приятель который здесь читает лекции которые называются управление смыслом они собирают кучу народу к нему приходят люди потому что он известный предприниматель он ему рассказывает как управлять смыслами там да с нашей точки зрения шурс какой-то потому что с ног на голову все ты расслабься дай смыслом управлять тобою сосредоточься для этого чтобы слышать эти смыслы великий мыслитель русский налимов знаете автор спонтанности сознания и так далее он говорил человек распаковывает смыслы чтобы их распаковать надо быть очень внимательными к ним заметить да и дать им ну вот раскрыться сквозь тебя не надо ими управлять наоборот вот так вот у вас известность картинки дело стоит дельфины стоят в воде а вы один человек перед огромной такой киты киты а что вы чувствуешь этот человек это николь собственно который с ними вот такой что и что вы чувствуете благоголение контакт с чем-то большим за пределами многопитающего это что-то что-то больше проходит сквозь сквозь это пространство ты не можешь ни с чем это спутать и я в основном это хотя и будучи рядом со стороны наблюдаю как стоит вот этот вот живой лес 20-ти метровых взрослый кошелот он там под 20 метров вот они стоят вертикально иногда часами если очень аккуратно и с благоговением с этим прийти внутрь то они допускают тебя и вот середине когда николь стоит также и вот они стоят вертикально в воде то это энергетическое поле не в эзотерическом физическом смысле такой интенсивности что не почувствовать его невозможно и когда ученые потом спрашивают что происходит в это время что они что они делают в это время то нет смысла им об этом рассказывать потому что это за пределами принятых научных формулировок конвенции разных у тебя нет никакого сомнения находясь внутри никакого сомнения что сейчас происходит к чему тебя допустили в чем ты принимаешь участие какой работой вместе с ними которые многие столетия называется великим делом каким великим делом им тебе дано сейчас вместе с ними заниматься ты не можешь ошибиться уходить планеты сегодня ведь вот это вот правда то есть чего начали мы думаем что искренне что человек единый и целый это два человека потому что за это никакой аккумулятор не сработает если в нем нет плюсы и минус да ну вот энергия появится вот этого третьего но смысло образующие она уже не материально в общем никуда не девается поэтому если это единство есть тогда и третий среди нас то тогда вот вот этот самый самый главный есть какой-то рецепт как к этому перейти к этой удивительной гармонии к этому состоянию андрагина наверное есть и это то там едва ли не главное знание которое существует но у меня нет ощущения что его можно передать словами каким бы то ни было вот в этом есть некоторая проблема хотя это вот едва ли не сердцевина да вот вообще устройство мироздания и человека в том числе все что может быть выражено словами становится очень плоским потому что сколько угодно можно говорить надо уважать выборы друг друга можно там и так далее я знаю что побольше глаз в глаза в глаза смотреть нас кто-то спрашивал что такое эликсир жизни он же священный грааль он же пятый элемент он же квинтэссенция он же философский камень и так далее формула ли это да или это напиток может быть какой-то или какое-то это вещество и так далее это даже не состояние это позиция человека целостного и подлинного внутри мироздания из которой диктуется его отношение с миром эта позиция она не противоречивая поэтому не надо ее угадывать все время но то что надо делать надо ежесекундно заботиться о сохранении этой позиции потому что из нее очень легко соскочить и вот поэтому этот процесс ежесекундный этот процесс ежесекундный требует вот этой вот как раз той самой концентрации сосредоточенности постоянной как на волне удерживаться потому что волну невозможно сотормозить и там единожды и навсегда на ней прописаться поэтому это самый сложный навык это самое главное но самый сложный навык но вот он жизненный и он никогда не повторяется поэтому например мы жизнь определяем как возможность продолжения себя с ошибками понимаете то есть но как бы с изменениями это постоянные изменения на самом деле важно чтобы было интересно да едва ли ни одно из центральных животных а это точно так же процесс неуправляемый то есть со стороны нельзя его сделать искусственно поэтому это ответственность каждого и двух вместе может быть у вас есть какая-то книга фильм или человек самое главное то что знаете какой-то сильные отпечатки внутри которые какую-то роль сыграли важную жизни не будем изобретать ничего нового недавно вспомнили как раз но мы и не забываем о ней да есть несколько книг которые мы очень любим которые периодически перечитывают но ну что говорит номер один винипух несомненно винипух но только в русском переводе да 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 это правда это вот это вот винипух русскоязычный заходеровский вот там есть эликсир жизни в каждой фразе там есть интерес в каждой фразе там есть сосредоточенность эта игра который вы говорите и так далее постоянная но при этом предельно игра в каждый момент но как предельное взаимопроникновение героя и жизни вот он на он ее творит все время он из каждого мгновения делает полноту праздника несмотря на то что там есть неопределенность страх там что угодно поэтому но вот вот если говорить о нашем герое то винипух спасибо большое спасибо большое спасибо большое а и и и Субтитры подогнал «Симон»